на ремонте вот такой большой холодильник стянул модель сейчас покажу внутри модель RF 345A008 поломка работает компрессор но не холодит после такого как вскрыл заправочный патрубок был такой небольшой пшик и что можно сделать видите я тут наставил уже клапанов шридеров миллион и даже здесь один на выходе из конденсатора вот здесь был фильтр и трубка и я даже трубку заглушил видите для того чтобы проверять а где же утечка что я сделал на выход вот это выход компрессора с тонкой трубкой это обратка это заправочный шланг я все подсоединил на выход из компрессора поставил клапан шридера чтобы можно было заправочную станцию подключаю заправочную станцию и поставил сюда муфту ганзона условно муфту ганзона из двух таких из двух фитингов для металлопластиковой трубы сделал муфту ганзона вы можете натуральную использовать зажал сюда подаю давление где-то 12 атмосфер это обратная трубка подающая это капиллярка и вот я капиллярку здесь просто плоскоупцами два раза зажал чтобы не выходил газ и сюда подал давление 12 атмосфер не пропускает отлично вот эту муфту тут шесть миллиметров тут пять но она все равно подходит и сюда и сюда надо сделать отдельно но ситуация такая что в принципе подходит сюда надел муфту ганзона накачал сюда 20 атмосфер для того чтобы а вот здесь поставил золотник и заглушил не пропускает теперь нужно обводной контур проверить так получилось запаялась отверстия здесь оказалось нужно заглушить отверстия на я когда выпаивала но взял и заглушилась ни разу у меня такое не получилось но получилось надел сюда муфту ганзона на вход в обводной контур это выход из обводного контура надел ганзона начал закачал туда 20 атмосфер этим же компрессором и он потихонечку спускает ну все значит утечка здесь все ставим на место только убираем теперь обводный контур а выход сейчас вот это это сюда вставлю а вот здесь отрежу и этот конец уварю на вход прямо на вход в конденсатор и все и заправлю холодильник вот таким образом вы можете поступить используя родной компрессор не имея компрессора дополнительного который бы можно было проверять ну даже родным компрессором все это можно сделать делается очень просто накачиваете закрыл экран чтобы назад не спускала и проверяете так что вот такая ситуация сейчас я приступаю к тому чтобы назад все выпаиваю все эти клапана шредера запаиваю все на место буду вакуумировать для того чтобы потом заправить заправлять под 600 фреоном несмотря на то что здесь скорее всего под 134 фреон был рассчитан сейчас это увидим здесь но я всегда перевожу на более современный на 600 нормального несовместимость кто бы вам там чего не говорил вот здесь написано что 145 грамм холодогента 134 сколько будет фреона от 600 может быть 70 грамм 80 будем смотреть по работе ну на этом все в общем то таким образом как подвариваться чисто вот такой горелкой для этой горелки сделал отбойник который помогает в общем то просто из листа нержавейки вырезал вот такой вот зажимчик он помогает не терять тепло обыкновенная горелка но конечно же с мап газом потому что пропановый покупал обыкновенный мап газ и с помощью мап газа варит на ура увидимся на канале это будет короткий обзор по ремонту потому что я уже как бы его произвел а теперь просто обзор ремонтов таких вместе с тем как я привариваю патрубки отвариваю заправляю вакуумирую все это есть у меня на канале можете посмотреть не делать лишнее длинное видео мира вам